Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском футболе и сосредоточимся на вроде как центральном матче первого тура, где сошлись Ростов и ЦСКА, и где армейский коллектив, на которого многие надеялись, на этот самый коллектив, на который многие рассчитывали. На который многие рассчитывали в контексте того, что сейчас-то по сравнению с федотовскими временами будет ярче, интереснее и сочнее. И что мы получили? Ну, ровным счетом ничего. И да, понятное дело, что после этой встречи, да и до ее начала было много комментариев в стиле того, что у ЦСКА огромные проблемы по составу. Нет целого ряда важных исполнителей. И всем это было ясно, но то, что мы сегодня получили от армейцев, но это, мягко говоря, что-то невразумительное. И давайте обсудим эту встречу поподробнее и попытаемся понять, что это вообще было, почему ЦСКА выглядел настолько невзрачно, насколько на армейском коллективе сказалось отсутствие Фаизулаева и целого ряда других важных исполнителей, и что будет дальше с командой Николича, учитывая то, что от нее сейчас ждут не только результата, очков и всего остального, ждут более-менее понятного яркого футбола, ждут того, что это будет ЦСКА с человеческим лицом, не ЦСКА Федотова. ЦСКА более атакующий, более дерзкий, более стремительный, но пока что даже близко к такому не видим. Давайте это обсудим, но сперва хотелось бы напомнить вам, что мы всегда спали, и эта компания всегда нас поддерживает. Она предлагает вам сейчас эксклюзивные условия, фрибет в 2000 рублей. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции на моем телеграм-канале, и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затерейтесь, парни. Отличная тема в наши непростые времена, ну и вообще, переходите на мою телегу, там много всего интересного. Ну а мы давайте пробежимся по составам играющих команд и начнем с ЦСКА. Потому что все-таки у них новый тренер, Карпин, сохранил свой пост в Ростове. У ЦСКА, ну, скажем так, вновь высокие амбиции. Надежда на то, что Николич перезагрузит команду, и она попрет вперед. Ну давайте обсудим армейский коллектив. Итак, Акинфеев на воротах. Тут все понятно. Роши, Дивеев, Мойзас в центре защиты. Тоже все ясно. То, что мы видели в товарищеских встречах, и то, что мы обсуждали. Команда продолжает действовать по лекалам Федотова. Таи центральных защитника. Мойзас на позиции левого блуждающего, который появляется то слева в центре, то слева на позиции скрытого латераля, поддерживая кругового теперь уже на левом фланге. В общем, все более-менее понятно. Гайч справа, Бистрович и Обликов в центре поля. В отсутствие Файзулаева, в отсутствие Давилы. Нужно было как-то перестраивать креативную группу. И в итоге появился вот такой вариант состава, что здесь в центре поля Бистрович вместе с Обликовым. И в атаке Чалов, Койта и Мусаев. Неожиданный вариант состава, прям скажем, потому что здесь, ну, были определенные объективные причины. Нету Мендеса, нету Давилы, нету Файзулаева. Поэтому здесь, по факту, состав приходится зачастую формировать из того, что было. Является ли это хоть в чем-то оправданием для ЦСКА, в плане того, что они за весь матч нанесли четыре удара по воротам соперника? Ну, сами решайте для себя. На мой взгляд, ЦСКА провел очень плохую встречу. Касательно Ростова. Рустам Ятимов на воротах. Галкипер сборной Таджикистана. Многие ждали от него здесь чего-то невообразимого. Но будем объективны. В этом матче ЦСКА особо не заставлял Ятимова заниматься своими прямыми обязанностями. Сакой и Осипенко в центре защиты. Вахани и Лангович на флангах. Здесь все ясно. Глебов, Щетинин, Уткин в центре поля. Опять же, все предельно понятно. Ну и впереди Роналдо, Камличенко и Азнаугров. Вот это, наверное, единственная позиция, которая выглядит неожиданной в состоянии Ростова. То есть были вопросы касательно того, что может появиться кто-то другой. То есть, допустим, Харен Байрамян, Чернов или кто-то еще, или Кучаев свеженький. Нет, появился именно Азнаугров. Касательно Камличенко, вот тут я, наверное, скажу, что это не самый неоднозначный шаг со стороны Карпина. В этой отдельно взятой встрече Карпин очень рассчитывал на силовое давление на штрафную соперника. Поэтому здесь то, что вышел Камличенко, а не Галенков, ну, лично для меня вещь отчасти, но все-таки ожидаемая. И по итогу мы получили вот этот матч. Матч, который, на мой взгляд, является полным провалом тактическим для ЦСКА. Я уже сказал, что им не хватало креатива, что им не хватало созидательной мощности, что не хватало Давилы, не хватало Файзулаева, не хватало игроков, которые должны были под нападением создавать моменты. ЦСКА пытался компенсировать это большим количеством нападающих впереди. То есть бросить сразу вперед и Чалова, и Койта, и там же Мусаева. И рассчитывать на то, что кто-то из них что-то создаст. По факту, проблема заключалась в том, что мяч до них практически не доходил. И именно в этом самая главная загвоздка. Нападение ЦСКА было на голодном пайке. И в этих условиях стоит ли удивляться соотношению ударов. 18-го Ростова, 4-го ЦСКА. ЦСКА, ну это как дракон с отрубленной головой. Че толку, что твоя голова, теоретически, может что-то сделать, если она отрублена от остального тела. У ЦСКА был колоссальный дефицит креативных мощностей. Колоссальные проблемы с тем, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника. ЦСКА в этом матче выглядел еще хуже, чем Федотов в плане позиционной атаки. Как только ЦСКА получал мяч, здесь был полный трендец. Поэтому здесь, в данном конкретном случае, ну на мой взгляд, ЦСКА еще и повезло, что они сыграли в ничью. ЦСКА сыграл откровенно плохо. И да, можно здесь ссылаться на отсутствие важных игроков. Без вопросов. Без ведущих исполнителей было тяжело. Но у вас что там, колхоз вышел в составе? Нет. У вас вышли какие-то, я не знаю, футболисты уровня ФНЛ? Нет. У вас вроде как вышел Мусаев, который прекрасно показывал себя при Федотове. У вас Чалов вышел на поле. У вас другие футболисты вышли на поле. Где мысль? Где хотя бы попытка сыграть как-то интеллектуально впереди? Почему настолько все паршиво? И это от Николича. От того самого тренера, от которого ждали чего-то эдакого. Ведь Федотов-то плохо работал. Федотов-то не умел в позиционную атаку. Федотов не умел в стеночке и забегание. Давайте позовем Николича. И где Николич? На данный момент. Дальше всякое может произойти. Но сейчас, может я не объективен, может еще что-то, но ЦСКА выглядел настолько нулевым, что дальше просто некуда. Окей, дальше появится Фризулаев. Еще кто-то. Еще кого-то подпишет. Но отменяет ли это факт настолько безотейные игры? Нет. На мой взгляд, ЦСКА сейчас расписался в том факте, что если Николич и перезагрузит команду, то это будет чертовски тяжело. Точно так же, как и мне было чертовски тяжело смотреть эту встречу. ЦСКА не впечатляет. Откровенно говоря. А Ростов? Ростов остается в Ростовом. Боевая злая команда, и как я и ожидал. Кстати, подписывайтесь на телеграмм, канал футбольное обозрение, там я даю прогнозы, там я четко сказал, что будет ничья. Она в итоге и получилась. 0-0. Ничья в подиуме Ростова. На мой взгляд, все абсолютно логично. ЦСКА? ЦСКА никакой пока что. Возможно, Николича дальше будут вытягивать уже индивидуальный исполнитель, но пока что какой-то разительной разницы со временами Федотова мы не видим.